Дневной разворот Дневной разворот В больших количествах В разных пропорциях То есть Кто-то употребляет даже и в неразведенном виде Кто-то Владеет технологией Приготовления определенного напитка Коктейля Как раз из этих лосьонов Вопрос к вам Юра Насколько это востребовано? Кто это употребляет? Ну естественно какой же вред на здоровье Это может оказать? Наверное для кого не секрет что абсолютно наркологически здоровый человек не будет употреблять спиртовые настойки. Употребление этих настойок связано с утратой контроля. То есть зависимый человек утрачивает меру. И даже если нет уже денег, допустим, на то, чтобы купить алкоголь в магазине, то найдутся небольшие финансовые средства на то, чтобы купить какой-то заменитель этого алкоголя. Насколько вредно? Если посмотреть на статистику, то 90% смертельных исходов от отравления алкоголем – это отравление этиловым спиртом. То есть не суррогатами алкоголя, не другими спиртами, а этиловым. То есть употребление этилового спирта в больших количествах, употребление крепкого этилового спирта, оно приводит к смертельному исходу. Это так. Спасибо. То есть действительно есть категория людей, которые это употребляют. Да ладно тебе, Свет, ну господи. Это зависимые люди, да? Было же во всех детство, и все мы помним. Все вот эти вот аптечные смертельные напитки и так далее. Но с другой стороны, сейчас что будет происходить? То есть вот эти вот баночки, они перестанут продаваться в аптеках. Ну, по крайней мере, те, которые вот это соглашение подписали. 10 аптек, да? А люди, которые, к примеру, используют вот эти вот настойки по их... Назначению. Ну да, назначению. То есть, грубо говоря, где их теперь можно будет купить? С моей точки зрения, здесь главная проблема в том, что вот эти так называемые лосьоны, они очень доступны и продаются отнюдь не в аптеках. Эти лосьоны, вот в частности, та категория лиц, которая обращается к нам за помощью, она приобретает в продуктовых магазинах, в отделах бытовой химии. И очень доступная цена, очень доступность этих магазинов, то есть они на каждом шагу создают как раз те условия, когда люди вот это покупают и употребляют вместо алкогольных напитков. Ну а в этих магазинах можно запретить продавать эти настойки? Ну, я так полагаю, что это всё-таки не наши прерогативы. Должны компетентные органы разобраться, насколько законно, насколько целесообразно продажа подобных препаратов в продуктовых магазинах. Это большая проблема, и её надо, конечно, решать. Ну то есть вот в аптеках всё-таки не будет этого? Ну, я не могу сказать за все, конечно, аптеки, но... Но сейчас подписала 10 аптек, но в этих 10 аптеках не будет. Получается, что так. Ну, собственно говоря, почему это всё, как это всё произошло? Буквально недавно состояло заседание Кирской региональной общественной организации Ассоциации медицинских работников Кировской области, и, соответственно, был подписан меморандум с целью «Исключение из перечня реализуемых товаров спиртосодержащих непищевой продукции». Ну то есть вот как раз вот этих вот бутылочек. Соответственно, подписала меморандум 10 аптек, ну то есть из-за ассортимента это уберут. Вас, ну то есть вот эти люди, они обращаются к вам, да? К вам как раз попадают. Ну то есть кто они? Ну, как правило, это, конечно, люди, ведущие социальный образ жизни, так или иначе попавшие в трудную жизнью ситуацию. Вот, поэтому, естественно, основная у них проблема – это отсутствие средств. Основная задача – это как-то забыться, уйти от действительности. Естественно, алкоголь здесь очень востребован. А дешёвый алкоголь, он, в первую очередь, для них представляет наибольший интерес. То есть у вас социальный центр, вы оказываете помощь таким людям, да? Да, у нас социальный центр по оказанию помощи лицам безопределённого места жительства и занятий. То есть данные люди к нам обращаются, мы стараемся им помочь и, значит, как-то их интегрировать в общество, либо направить дома-интернаты, кто попадает в эту категорию. То есть очень большой спектр людей, которые обращаются к нам. Это далеко не всегда вот те классические так называемые бомжи, которых мы привыкли там где-то видеть в каких-то злачных местах. Есть вполне приличные люди, но вот эта алкогольная зависимость, она их в значительной степени убивает. Первое, что ты хочешь добавить? Да, мне хочется добавить, потому что… Борис, только в микрофон, пожалуйста. Сейчас такое складывается в процессе разговора ощущение, что только бомжи употребляют некачественный алкоголь, и вот в этом вся проблема. Алкоголизм возникает и от употребления дорогого качественного алкоголя, и не обязательно сразу сопровождается социальным снижением. То есть я предлагаю посмотреть на проблему пошире. Употребление алкоголя, да, этилового спирта в любых его видах приводит к зависимости, к сожалению, и мне кажется, что только комплекс мер всевозможных поможет с этой проблемой справиться. Спасибо. Да, ну насколько, если сравнивать, да, какой-то другой алкоголь и употребление вот этих вот настоек, что страшнее? Наверное, вот этого, да? Я хочу сказать, что тяжелая абстиненция может развиться и после употребления большого количества просто качественного крепкого алкоголя, да, но вот именно вот это социальное снижение, утрата работы, утрата семьи, утрата близких, да, утрата финансовых каких-то вот источников, она приводит к употреблению некачественного алкоголя. Конечно, иногда, да, вот мы говорили, что 90% смертельных исходов от отравления этиловым спиртом, там, 10% от суррогатов, да, то есть в этой бутылочке можно купить не только этиловый спирт, можно купить и метиловый, допустим. Спасибо. Мы досвонились, да, так-так-так, да, Елена Утемова, глава департамента здравоохранения Кировской области. Елена Битровна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире. Хотелось бы поподробнее узнать про подписание этого меморандума, что, о чем он, какие аптеки уже подписали? Ну, мне хотелось бы сказать, что с инициативой по подписанию меморандума выступила Ассоциация медицинских работников Кировской области. Это вновь создана общественная организация, зарегистрирована она в августе месяце, и вот начать свою деятельность она решила именно с такой акции. Все мы в последнее время обсуждаем те законодательные инициативы, с которыми выходит правительство области. Все знают об предложениях по ограничению времени продажи алкоголя, по ограничению продажи алкоголя по воскресеньям, части праздничных дней, и те контраргументы, которые приводились, что ограничение продажи алкоголя приведет к увеличению реализации вот как раз спиртосодержащей продукции через аптечные организации. И вот здесь как раз Ассоциация и выступила с инициативой подписания меморандума о взаимопонимании. В рамках этого меморандума подписавшие аптечные организации берут на себя обязательства по прекращению реализации спиртосодержащих лекарственных препаратов с фасовкой более 25 мл. То есть это те лекарственные препараты, которые используются преимущественно, ну скажем так, имеют двойное назначение, могут использоваться и в медицинских целях, и в немедицинских целях. А вот сколько у нас вообще аптек в Кирове? Ну, на сегодняшний день у нас 17 государственных аптек и большая сеть негосударственных аптечных сетей и отдельных индивидуальных предпринимателей. То есть вот пока подписало 10 фармацевтических организаций. Ну а с остальными как-то работу будет вестись? Что? Ну с остальными как-то будут вот эти договоры подписаться? Остальные могут присоединиться к подписанию меморандума, выйдя на ассоциацию медицинских работников. То есть это не обязательно, это по желанию получается, да? Это естественно, по желанию, по желанию аптечной организации. И мне бы хотелось сказать, что я присутствовала на обсуждении подписания меморандума, и аптечные организации, которые присутствовали, они говорили о том, что они уже не реализуют эту продукцию. То есть подписание меморандума, оно носило такой больше декларативный характер. Еще раз изъявить свое мнение по данному вопросу, что использование спиртосодержащей продукции в немедицинских целях – это плохо. Продавать эту продукцию с целью привлечения соответствующих категорий потребителей – это плохо для аптечной организации. То есть они не получают выгоды большого от реализации этой продукции, но, как правило, теряют авторитет среди своих покупателей. Десять аптек – это государственные или негосударственные? Восемь государственных, и две – это ООО «Вердикт», и ООО «Витал» – это негосударственные. То есть сейчас эта продукция не будет продаваться вообще? Они берут на себя обязательство прекратить реализацию этой продукции. Продукции именно двойного назначения с фасовкой более 25 мл. Ну вот у меня в связи с этим вопрос. То есть фасовкой более 25 мл. То есть есть менее 25 мл подобные? А что мешает, к примеру, человеку, который привык покупать такую продукцию, купить себе не одну более 25 мл, а несколько менее 25 мл? Это ведь совсем мало, и сколько нужно будет купить? Ну какая разница, если он покупает такую? Ну, собственно говоря, никто не мешает это сделать, но, тем не менее, это не совсем будет удобно потребителю. Потому что продукция, которая продается в фасовке менее 25 мл, она еще, как правило, сопровождается установкой флакона капельницы. То есть, ну, возьмем тот же самый корвалол или волокоргин. Ну, то есть не очень удобно. Ну, и вот, ожидая включения, я услышала фрагмент диалога, когда говорили о суррогатах алкоголя, соотношении между отравлениями суррогатами алкоголя либо алкогольной продукцией качественной, мне бы хотелось здесь еще обратить внимание на один аспект. Все-таки лекарственный препарат, он есть лекарственный препарат, и спирт, который присутствует в этом лекарственном препарате, он применяется в качестве химического вещества, который экстрадирует полезные вещества из, как правило, растительного сырья. И все лекарственные препараты, спиртосодержащие, которые предназначены для внутреннего применения, они, как правило, в медицинских целях имеют дозировку лимитируемой каплями. То есть это 20, 30, 40 капель. А когда потребитель употребляет там, ну, например, 100 мл, а в одном миллилитре 20 капель, то мы понимаем, какая передозировка именно лекарственных компонентов происходит в результате этого употребления. Мы сейчас говорим про аптеки, но ведь продается такая продукция и в магазинах, где там всякие средства для мытья, промтовары. Там так это и будет продаваться. Ну, на сегодняшний день Ассоциация медицинских работников, она выступила в отношении фармацевтических организаций, в отношении аптечных организаций. Захотят торговые сети к этому присоединиться, мы будем только рады. Ну, а их как-то отдельно, может быть, оповещают об этом, что вот есть, мол, такая программа, можете вступить, там, не знаю, породить за свою репутацию и так далее. Ну, вот сейчас информация получила большой общественный резонанс, на что, собственно говоря, и рассчитывала Ассоциация медицинских работников. Ведь на данный момент даже не столько важно, сколько аптека это подписала. Очень важно, что эта тема заинтересовала общественность. Вот что важно. И сейчас любая аптечная организация, Почта России, любые иные организации могут присоединиться к этой инициативе, либо не присоединиться, в зависимости от того, какова у них гражданская позиция. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за разъяснение, Елена Дмитриевна. Елена Утемова, глава департамента здравоохранения Кирской области, была с нами на связи. Слушатели наш номер 708-502. Пожалуйста, набирайте нас. Как вы относитесь к этому меморандуму? И то, что достаточно в такой доступности находится спиртосодержащая настойки или иные жидкости двойного назначения, продаются в аптеках. И те люди, которые все-таки, наверное, найти алкоголь хотят, они его находят. Другой вопрос, кто согласится это пить? Серьезно ли какая-то эта мера? Или это так? Что вот опять мы вроде боремся с алкоголизмом? Это получается, что вроде бы хорошую вещь сделали, да, добровольно вступайте. Но, как известно, у нас добровольно мало что происходит. Да, сейчас мы дозвонились до Николая Голованова, руководителя Кировского областного общества борьбы за народную трезвость. Николай, Падимович, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех, кто находится в студии. Вера, вам отдельный привет. Спасибо. Николай, ну что, как вы относитесь к этому меморандуму? Как считаете, действенно это или же нет? Значит, вот я что могу сказать? Здесь две вещи. Во-первых, ну, вреда от этого нет. Вреда от этого меморандума нет. Второе, это абсолютно пиаровский ход. Абсолютно пиаровский ход. Что он повлечет за собой? Ну, во-первых, процентов, может быть, на 10 снизятся продажи, снизятся продажи вот этого всего хозяйства, да, в аптеках. При этом процентов на 30 вырастут прибыли, получаемые от продажи, от реализации вот этого продукта у аптекарей и у производителей. Понятно, да, совершенно? Логика экономическая подписавшийся этот меморандум понятна. Но я при этом говорю, что вреда от этого нет. И второй, понятно ли ход моих рассуждений? То есть, получается, что вы считаете, что вырастет в других аптеках, насколько я понимаю? Нет, нет, нет. В этих же аптеках, если вообще, я бы на месте аптекарей, сейчас бы в очередь стоял подписывать вот этот меморандум. Вот просто в очередь стоял и записывался бы там. Чтобы просто заявиться, что мы есть такие, да? Почему? Объясняю. Сейчас продается по 100 миллилитров флакон, да? Да, 100 миллилитров, да. Будет продаваться по 25 миллилитров. Четыре флакона по 25 миллилитров стоят реально дороже, чем один флакон по 100 миллилитров, правильно? Ну, 25 это же совсем мало. Кто будет это покупать, если дать для этих целей? Ну, по 25, вот уже 200. Ну, на две минуты больше уйдет процесса. Все. Я думаю, две минуты найдут эти люди. Найдут люди. Вот, ну и дальше. Об экономике. Об экономике. Значит, мы берем расчетную единицу 100 миллилитров, да? Вот у нас есть сейчас один флакон 100 миллилитров. Будет четыре флакона по 25 миллилитров. Четыре флакона по 25 миллилитров вкупе стоят реально процентов на 30 дороже, вы это понимаете, да? Чем один флакон по 100 миллилитров, правильно? Правильно. Ну, вот, прибыли повышаются. У аптекари, у производителей прибыли повышаются. Но я говорю еще раз, может быть, это кого-то остановит. Вреда от этой инициативы нет. И второй вот аспект появления вот этой инициативы. Я вчера подумал, да, когда вот вы позвонили, я подумал, что это появление вот подобных инициатив, появление подобных инициатив, это некий индикатор, некий маячок, значит, обозначающих, что попытки и удачные попытки ограничения пьянства и алкоголизма административными мерами, да, они уже исчерпали себя. Ну, то есть уже не знают ли? Они уже исчерпали себя, практически исчерпали, потому что появляются вот уже вот такие инициативы, да, вот. Могут появиться какие-нибудь совсем дурацкие инициативы. Ну как, это же нам объясняет, что те ограничения, которые вводят... И это некий маячок, в том числе правительству Кировской области о том, что пора, пора уже переходить, в общем-то, к информационно-пропагандистской работе, чего в последнее время не наблюдаем. Николай, ну как нам объясняют, что сейчас вводятся все эти ограничения по времени, по дням, когда можно продавать алкоголь, когда нельзя, получается, что люди не могут купить в магазине, они идут в аптеку покупают, и, по идее, логично запретить и продавать в аптеках. Разве это не так? Нет, это, конечно, вот, это, конечно, абсолютная ерунда, да, ну человек пойдет в аптеку, что он пойдет в аптеку, основная масса аптек работает до 9 часов. Есть и круглосуточные. Ну есть круглосуточные. Вообще, это, это, вот такие объяснения, это просто словоблудие, понимаете? Это просто словоблудие. Вы помните, нас пугали о том, что когда были ограничения, что стройными рядами, значит, злобные бабушки и не менее злобные таксисты по ночам будут торговать корзинами, контейнерами с водкой. И где эти злобные бабушки? И где эти не менее злобные таксисты? То есть все это, это все словоблудие, по большому счету. Сейчас речь идет про аптеки. Я говорил о другом, я говорил о другом, что рано или поздно чисто административные меры исчерпают свой потенциал. И вот этот момент близок к Кировской области, поверьте мне. Ну а что, думаете, последует после этого? Ну, последует после этого, зная методы работы любого бюрократического аппарата, да, любого, я без, значит, осуждения, да? Я сам профессиональный бюрократ, у меня 20 лет муниципального стажа. Вот. Что последует, будет продолжаться инерционная работа, и в течение ближайшего года, скорее всего, будут появляться все новые и новые, либо государственные, либо общественные и псевдообщественные инициативы. Вот такого порядка, как вот тут про инициативили аптекари. Хотя, еще раз скажу, вот аптекарям пять с плюсом. На месте аптекарей я бы записался, подписался под этой инициативой просто все. Потому что заработают денег на этом. У нас такая продукция продается не только в аптеках, спиртосодержащие, да, но и в промтоварах, в магазинах. Вы тоже подписались. Деньги любят все. Предприниматель любит деньги, это естественно. Услышали вашу точку зрения. Николай, спасибо вам большое. Николай Голованов, руководитель Кировского областного общества борьбы за народную трезвость, был с нами на связи. Спасибо большое. Да, на самом деле я полностью согласен. Ну, а то вот о чем я и говорил, что 25 миллилитров. Ну, вот эти там 2-3 минуты, пусть 5, или даже это будет полчаса, люди, которые купили себе подобную настойку, они обязательно найдут. Слушатели, наш номер 708-502. Что вы думаете по этому поводу? Подключайтесь к нашей беседе. Ну, а мы сейчас ходим на рекламу. Павлина говоришь? Реклама. Компания «Цитадель» поставляет и устанавливает комплексное оснащение для предприятий торговли и общепита по индивидуальным желаниям заказчика. Полный спектр услуг. На сайте «Цитадель 43». «Цитадель 43». Нашел, что искал. 770-770. Технологии не стоят на месте. Сегодня для того, чтобы в вашем доме появился камин, вам не нужен запас дров и громоздкие дымоходы. Электрические камины ничем не уступают естественным. Эффект живого огня. Треск дров и искры. Все это по-настоящему завораживает. Покупайте электрические камины в техцентре «Венсис». Степана Халтурина, 87. Телефон 644-444. «Венсис». Технологии уюта. Где найти мебель своей мечты? Конечно, в торговом центре «Мебель». Грандиозный ассортимент мебели на любой вкус и кошелек. Торговый центр «Мебель». Вся мебель в одном месте. Герцена, 88. Торговая марка «Суджук». Это эталон качества продукции. Современная сеть магазинов, отвечающих всем стандартам. Каждый четверг акционные скидки на различную продукцию. Мы ждем вас каждый день. Торговая марка «Суджук». Кирово-Чепецк, Ленина 4, Мира 66, Мира 61, Дробь 1. Информационное бюро оказывает услуги по предоставлению достоверной информации о неплательщиках и помогает в розыске должников и их имущества по всей России. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Продолжается программа «Дневной разворот в Кирове». Светлана Дельна и Грысев. Говорим мы сегодня о том, что в Кирове некоторые аптеки прекратили продажу спиртосодержащих настоек. Ну, как мы сейчас выяснили, объем более 25 мл. Ну, то есть совсем маленький. Продавать не будут, а до 25-25 продавать будут. И вот есть две точки зрения, которые сегодня мы выслушали. Одна касается того, что аптеки подобным образом пытаются помочь становлению, как сказать, безалкогольного общества Кировской области. А с другой стороны, они просто хотят на этом хорошенько подзаработать, продавая эти по 25 мл. Потому что человек, который хочет это купить, его не остановит объем. И даже 25 мл он будет покупать, просто большее количество баночек приобретет. И больше у него времени уйдет на это, для того, чтобы это потребить. Ну, вот как, по-вашему, это какой-то заговор аптек? Или наоборот, это такая очень даже сама по себе милая, что ли, милое нововведение для нас. Новое, антиалкогольное. Слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир Николаевич вас беспокоит. Я очень хотел сказать. У нас, конечно, ситуация страшная с этим делом. Вообще, это, как ее раньше называли, бронсаловка, понимаете? С этим бороться надо было давно уже. Но вот будучи в Германии, мне что интересно поразило, там все лекарственные препараты отпускаются только строго по рецептам. А типа вот как зеленка и йод, это очень дорого у них стоит, понимаете? И чтобы это стоило не 10 рублей, не 8, там, допустим, эти капли, или что мы там хотим продать в этой аптеке. У них должны стоить сумасшедшие деньги, понимаете? И у нас и наркоманы там перестанут пользоваться аптеками. У нас же и наркоманы еще этими аптеками препараты свои приобретают и там разводят всякую эту гадость и колются эти, понимаете? Мы уже до чего дошли. Надо срочно вводить только по рецептуре и отпускать все препараты. По рецептуре и чтобы стоило дорого. Да, вот понимаете, в Германии так, там же строго очень все, там никто и самостоятельно не лечится. А здесь пришел, купил, что нужно, создал любой компонент, колись там, как угодно тебе. А бронсаловку-то вообще надо было запретить, я не знаю, как в виде яда там, я не представляю, почему в легком доступе это все. И люди-то спиваются не через магазин, а через аптеки, и аптеки получают шикарнейшую прибыль. Шикарнейшую, не то что огромную, шикарнейшую прибыль от этих препаратов. Спасибо вам за звонок. Спасибо, на свидание. 708-502, наш номер телефона. Я действительно сомневаюсь, что кто-то покупает, вот у меня в руке, лосьон, освежающий для жирной и угревой кожи. Сомневаюсь, что кто-то покупает это и использует по назначению. Потому что если кто-то хочет избавиться от таких проблем, то, наверное, он сходит к косметологу и пойдет в какой-то магазин, где продается косметика. Да, а не такие вот сомнительные лосьончики. Сколько стоит такая бутылочка? Такая бутылочка стоит в настоящее время 16 рублей. И я так думаю, что производители и те, кто продает данную продукцию, изначально знают, что в прямых целях, в целях косметического препарата данная продукция использоваться не будет. Это будет исключительно для употребления в качестве спиртного напитка. Вот сейчас вы выслушали такую точку зрения. Николай Голованов у нас был на линии с нами. 25 миллилитров и меньше люди будут все равно покупать, да, и получается экономическая выгода у аптек. Вы к этому как относитесь? Так оно или нет? Ну, честно сказать, я считаю, что это не совсем верная точка зрения. Вот, например, я как потребитель, как человек, который тоже обращается в аптеки, я, например, выберу ту аптеку, где не будут продаваться, значит, больших там флаконов спиртосвежащих жидкостей, потому что меньше шансов встретить каких-то там маргинальных личностей в этой аптеке. Я выберу ту, которая присоединилась к этому меморандуму. И продажа, значит, вот такой продукции меньшим объемом, 0,25 миллилитров, то, значит, значительно осложнит жизнь вот этим алкоголикам, которые готовы пить все, что угодно, и создаст определенные барьеры, значит, доступность. Вот самая главная проблема – это доступность вот таких жидкостей. Чем больше будут барьеров, чем будет больше сложностей, тем меньше шансов, что они будут их употреблять. Только что слушатель у нас был, он за то, чтобы продавать все по рецепту, плюс еще и цену сделать высокую. Абсолютно согласен, потому что, как правило, значит, данную продукцию употребляют те люди, которые не имеют высокого дохода, и это для них как бы какая-то отдушина, значит, перекрыв ее, мы тем самым создаем предпосылки для того, чтобы люди как-то развивались, в конце концов, даже зарабатывали деньги. Изначально, может быть, планируя потратить их на это, но появившись, значит, если в руках деньги есть, люди, возможно, значит, станут на... Вы говорите, что даже производители понимают, что эта продукция по назначению не используется. Ну, это же получается такой конкретный обман самих себя. Безусловно, безусловно. Причем обман открытый, явный, и, значит, он очевиден для всех, абсолютно для всех очевиден. Это же не знаю, если лицо этим протереть, то к чему приведет? Не рекомендую, не рекомендую. Владимир Стариков у нас на лене, член общественной палаты Киросковой области. Владимир, здравствуйте. Ну, вот корвалол, это сколько у нас миллилитров? Ну, наверное, 0,02, не больше 20 грамм, то есть, да, и есть часть людей, которые будут этим пользоваться, поэтому полностью запрещать, я думаю, что нельзя, да, действительно, преграды надо установить. Может быть, не больше двух отпускать в одни руки и по рецепту, и так далее, и так далее. А если алкоголик захочет вот этого, да, мне кажется, они обойдут 10 аптек, кушат этих 10 пузырьков, и все равно, так сказать, то есть, вот здесь такого вот рецепта, чтобы вот действительно, да, но препятствия надо создавать, я согласен, но и не надо забывать о людях, которые действительно, ведь есть целый слой населения, которые пользуются. Ну, это мы говорим про лекарственные, да, препараты какие-то, а не про лосьончики. Ну, корвалол, настолько пустырника, пожалуйста, настолько выряженника, она тоже ритм сердца поддерживает в определенных дозах. Потом, значит, настолько валерьяны, понимаете? Да как быть тогда? Это содержащие лекарства. То есть по рецепту, да? Да, да, да. Выход единственный по рецепту. Да, конечно, конечно, конечно. Вас услышали. Спасибо за вашу точку зрения, Владимир Стариков, член общественной поводки. Мне сложно представить, чтобы мне необходимо было получить рецепт врача на средства для ухода за волосами с целью достижения тонизирующего действия. Ну, это же глупость какая-то. Представляете, ради этого я буду идти к врачу. А ты будешь в аптеке покупать вот этого средства для того, чтобы у тебя волосы гуще были? Ну, я не знаю, а вдруг мне скажут, что действительно это помогает. Я ведь не знаю, я первый раз с этим сталкиваюсь. А вдруг мне для волос необходим будет тонус. И мне ради тонуса волос идти за рецептом к врачу. Ну, глупость несусветная. Иван пишет смс-ку. Это то и только то, что ныне называется пиар. Ну, очевидно, это об аптеках. Слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире. Алло, алло. Звонок сорвался. 708-502. Набирайте нас еще раз. Есть еще возможность дозвониться, хотя времени не так уж и много. И смс-сообщение вы можете писать на номер 8-909-720-101-0. Обязательно подписывайтесь. Да, но вот опять мы говорим о запретительных мерах. И опять у нас огромная куча подводных камней появляется. То есть изначально вроде бы на самом деле такая милая инициатива с отказом от продажи вот такого вот не очень красивого, может быть, на первый взгляд, товара. Но тут оказывается, что это может быть и пиар-аптек, и нажива на... Экономическая выгода. Экономическая выгода. Экономическая выгода нажива на вот этих самых пьяницах, которые покупают такой товар, исходя из того, что он очень дешевый. Про рецепты мы сейчас заговорили. Этого, конечно, нет. Нет, но если это будет везено, ну, действительно, есть люди, которые это используют по назначению, да, если это какие-то лекарственные препараты. Слушатель у нас все-таки дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Татьяна Ивановна, вы знаете, говорите про аптеки, но ведь у нас не только в аптеках, это продуктовые магазины «Оазис» круглосуточные. Они торгуют круглосуточными лосьонами, в основном вот эти перчики, там 75% идет спирта, круглосуточные. Да, но вот мы говорили тоже сегодня о таких магазинах. И туда может заходить каждый, вот хоть кто, идите и покупайте, пакетами оттуда несут, и никто ничего не может с ними сделать. Зайти туда невозможно, запах невозможный. Они работают круглосуточно. Ну вот и как вы считаете, если, к примеру, магазины, аптеки все-таки подпишут подобный меморандум, и будут продавать, ну, не по 100 мл, как сейчас, а по 25, спасет ли это ситуацию? Это не спасет. Единственное, я могу сказать, чтобы вот эти магазины просто прикрывали, потому что, кроме этого, им торговать нечем. У них бизнес только состоит на этом, на этих лосьонах, а не только этим зарабатывают. Их просто надо закрывать. А то, что касается аптек? А то, что у аптеки, это да, это так и есть. Что так и есть? Можно продавать, ну, вот не менее, не более 25. То есть вы думаете, что это спасет? Если человек хочет купить, он может купить и несколько баночек, и у него как раз получится объем нужный. Ну, они там, во-первых, у них время ограничено, и круглосуточных нет, поэтому идут туда в круглосуточные, и идут, когда магазины закрыты в основном. Так. Послушали мы, спасибо, звонок, 708-502, набирайте нас. Ну, и аптеки круглосуточные тоже же есть. Мы тут до слушателей говорили о выборе аптек, и у меня возникла такая мысль. В прошлом части мы еще говорили про магазины, какие мы выбираем магазины, руководствуясь тем, ну, к примеру, где лучше товар продается и так далее. Так вот, по поводу аптек, тем более. У меня, на самом деле, не хотелось бы, чтобы у меня вызывали какие-то вопросы, в какую бы аптеку я предпочел пойти. Потому что для меня аптека – это просто аптека. Я туда прихожу купить лекарство, которое продается в любой аптеке в любом городе нашей страны. То есть, и оно одинаково, и оно одинаково помогает, к примеру, от той болезни, от которой я в данный момент лечусь. И то есть, вот когда мы говорим о том, что не хотелось бы встречать там каких-то маргинальных личностей или, к примеру, думать о качестве обслуживания или товар, который там продается. Так вот, аптека – это же для меня что-то такое унифицированное, что я прихожу туда и получаю именно ту услугу, которую я могу получить в любой аптеке. Ну, по крайней мере, мне хочется так думать. А когда мы начинаем говорить о том, что в аптеке мы можем встретить того, сего, третьего, десятого, что там, может быть, какие-то проблемы с продукцией, вот, может быть, в этом тогда проблема кроется? Я не знаю. Слушатели, давай послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Это я в передаче. Да, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Вы знаете, а я вот считаю, что алкаши никогда в аптеке не покупают спиртосодержащие какие-то продукции. И у нас для алкашей и для пьющих людей полки ломятся во всех магазинах от водки и от прочего вина. Так что при чем тут аптеки, я не понимаю. Они ничего не задерживают. Я в аптеке ни одного алкаша не вижу. Аптека, она должна, мало ли, может быть, мне нужно протереть спиртом что-то, как вы говорите. Может лицо протереть, может ногу протереть. Ну, как нам сейчас говорят, что эта продукция в аптеках, она как раз востребована. Ходовой товар. Ну, я про алкашей говорю, что алкаши, они в магазинах покупают продукцию виноводочную, понимаете? В аптеках раз дороже, точнее в магазинах дороже, и во вторых сейчас все эти... Нет, нет, я говорю про магазины. Магазины-то все ломятся, полки ломятся от вина и от водки. Они там купят. Зачем они пойдут в какую-то аптеку? Вот я про что говорю. А они пойдут за тем, чтобы сэкономить значительное количество средств, в которых они ограничены? Да ну это копейки все там, никто это не... Я не вижу ни одного, в аптеке я ни одного алкаша не вижу, ни одного. Ну, может быть, вам... Все алкаши около магазина стоят и около всяких... Ну, значит, ходите в хорошие аптеки и везет вам. Так что, всего хорошего вам, но я думаю, я считаю, что это бесполезная какая-то мера. Вашу точку зрения услышали, спасибо. Да, и вам всего хорошего. Пожалуйста. 708-502, остается совсем мало времени. Если вам есть что сказать, пожалуйста, звоните, это прямой эфир. Говорим мы сегодня о том, что в Керве некоторые аптеки прекратили продажу спиртосодержащих настоек. Объем более 25 миллилитров. Насколько это действенно? Да, вы хотите что сказать? Да, я хотел бы сказать, что я частично согласен с Александром, который только что звонил, по поводу того, что очень редко бывают случаи, когда люди употребляют корвалол, какие-то валерьяну говорили в качестве напитка для опьянения. Очень редкий случай. Лично я, работая со своими клиентами, такого не встречал. И все-таки основная проблема о том, что вот эти спиртосодержащие лосьоны жидкости, они продаются в магазинах. В магазинах общего пользования, естественно, там никаких ни рецептов, ничего не надо. И тем более такие районы, вот довольно-таки сложные, и с криминогенной точки зрения, например, как Бересники, ну, там нету, значит, федеральных сетей, больших магазинов, торгуют маленькие магазинчики, и значительный объем их прибыли составляет как раз эти вот лосьоны. То есть проблема не в аптеках, а в магазинах? С моей точки зрения, да. Слушатель у нас. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Динаида Алексеевна. Я вот по поводу этих настоек. Я вот всегда покупаю лекарства. Я живу в районе автовокзала, покупаю в сороковой аптеке. Я ни разу не видела, чтобы забулдыгать, забрал настойку. Вот я покупаю сердечные капли Морозова. Сердечные капли, маленькая бутылочка, я вот даже не знаю, сколько миллилитров, 52 рубля 60 копеек. Цена обалденная. Для меня, вот для пенсионерки, у меня приличная пенсия. А если пьют корвалол, волокордин, бутылочка-то с наперсток, а она дорого стоит, ну, корвалол еще можно. А волокордин, вот че цена обалденная. Где-то тоже рублей 50 она стоит. Эти вот самые вот, тут вот по парку гуляли, так вот эта настойка перцовая, мы подняли две старушки, 99 миллилитров. Так в аптеке-то их нету, мы все аптеки обошли тут в округе автовокзала. И если у вас такая настойка, там 75% спирта. Ну вот у меня сейчас такая стоит передо мной. Нету в аптеке такой настойки, а где ее продают? А вот еще и дефицит оказывается. Ну вот может поэтому и дефицит. Вот видели мы со своей приятельницей, со старушкой, в районе автовокзала, вот два ларька тут, один хлеб продают что-то, а другой такой какой-то. Там сидит продавец, забуду, когда придет, околк откроет и в сумку накидает сколько-то, я не знаю даже, по чем она стоит. Мы вас услышали, да, спасибо за звонок. Ну что получается, да, и не везде еще и продается это. Ну дефицит может быть потому, что как раз-таки очень популярные лекарственные средства. Ну что я хочу сказать, помнишь, мы с тобой обсуждали, по-моему, обсуждали мы же эту тему с кадеином, да? Да, обсуждали. Рецепт ввели. Здесь, конечно, насчет рецепта я не уверен. Все-таки мне кажется, что это было бы очень глупо. Но с другой стороны, какие-то меры посерьезнее, чем просто меморандум, который подписали пока что 10 аптек, я думаю, что их количество не очень сильно увеличится в будущем. Но можно что-то придумать. Потому что если уж какие-то инициативы подобные, у нас же антиалкогольные регионы и так далее, так вот можно было бы придумать что-то поинтереснее, посерьезнее. При этом, мне кажется, механизмы такие есть. Я с тобой абсолютно согласна. В студии у нас сегодня на эту тему общались мы с Верой Кирилловой, заместителем главного врача Кировского областного наркологического диспансера. И также с нами был Владимир Змеев, директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Спасибо вам большое, что пришли. Светлана Удельна, Игорь Рысев. Программа «Дневной разворот» в Кирове. Услышимся. До свидания. Новости выходят при поддержке. Центр отделочных материалов «Мегаполис». Добрый день. В Кирове 12.47 в эфире новости у микрофона Ольга Болезина. Правое дело не может найти руководителя для Кировского отделения. Этот процесс идет уже 4 месяца. Как рассказал руководитель отдела по связям с общественностью правого дела Евгений Ефимов, в данный момент ведутся переговоры с несколькими представителями бизнес-кругов города. С кем именно, не уточняется. Напомню, в начале мая экс-руководитель Кировского отделения партии Андрей Маури вышел из ее состава. Все это время его обязанности исполняет Николай Голованов. В Киров приехал новый начальник полиции Сергея Солодовникова. Сегодня представит замминистра внутренних дел Сергей Герасимов. Солодовников был назначен начальником областного управления МВД неделю назад. До этого занимал руководящие посты в Южном федеральном округе и Главном управлении МВД. Прежний руководитель кировской полиции Виктор Поголов ушел в отставку в июле, проработав в Кирове чуть больше года. Кировское авиапредприятие переименовали. Теперь это ОАО «Аэропорт Победилова», сообщается на сайте компании. Таким образом, отказ предприятия от летной деятельности и переход лишь на обслуживание Кировского аэропорта нашел отражение и в его названии. Между тем, запланированная на август сдача взлетно-посадочной полосы в Победилово не состоится. К этому моменту работы по ее реконструкции не завершены. Как пояснила заместитель генерального директора аэропорта Победилова Юрий Гафонов, из 700 выделенных миллионов, освоены только 150. Перед подрядчиком поставлена задача завершить все работы в сентябре. К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина.